По данным сотрудников МЧС, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Приангаре отмечается значительное увеличение количества пожаров и возгораний. Только с начала 2023 года в области уже произошло 819 возгораний. По данным спасателей, основными причинами зарегистрированных случаев пожаров по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем. Анализ, проведенный огнеборцами, показывает, что виновниками большинства из них являются сами жильцы, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности. С начала года на территории Иркутской области произошло всего 819 пожаров. К сожалению, на пожарах погибло 52 человека, из них 8 детей, травмировано 28 человек. Что касается Саяна-Земинского региона, то с начала года всего произошло 27 пожаров. Погибло у нас 4 человека, травмировано 3 человека. Гибель у нас пришлась на город Зиму 1 человек и на Зиминский район 3 человека. Хотя в целом по сравнению с прошлым годом и произошло снижение пожаров, ну как видим, что рост гибели и травмированных людей происходит на данный момент. В последнем случае в Зиминском районе в селе Маслиногорск в конце февраля произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка. 12 человек многоквартирного дома спасателям удалось эвакуировать. На пульт диспетчера в ночное время в 2 часа ночи поступило сообщение, что горит многоквартирный двухэтажный дом. К моменту прибытия пожарных подразделений дом был охвачен огнем, было эвакуировано 12 человек. После ликвидации пожара в ходе разбора конструкции была обнаружена пенсионерка, которая не смогла, к сожалению, эвакуироваться, так как имела проблемы со здоровьем, со зрением. Сотрудники огненного ведомства отмечают, что большинство произошедших пожаров можно было предотвратить. Для этого необходимо регулярно проводить проверку электропроводки, печного оборудования и нагревательных приборов. Спасатели Саяно-Земинского региона в связи с ростом гибели людей были вынуждены ввести в регионе противопожарный месячник, который начался с 1 марта. В связи с данным пожаром, вообще с ростом гибели людей на пожарах, нами было аницинировано неочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности при администрации Земинского района, на котором членами комиссии было принято решение о проведении месячника по пожарной безопасности, который начался с 1 марта 2023 года. В рамках месячника будет усилена профилактическая работа, будут задействованы все службы профилактики, это МВД, соцзащита и волонтеры, и общественные движения, которые будут непосредственно обходить частный жилой сектор, многоквартирные жилые дома, вручать памятки, информировать население о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности, также информировать население о необходимости установки дымового пожарного извещателя в квартирах, в жилых домах, так как он на ранней стадии может оповестить о пожаре и спасти чью-то жизнь. Также все отчетные сведения будут стекаться к нам, направляться в Главное управление. С помощью вот этих вот мероприятий мы планируем не допустить дальнейших случаев пожаров и тем более гибели на них людей. Чтобы обезопасить себя, огнеборцы рекомендуют жителям Саяно-Зиминского региона выполнять элементарные правила пожарной безопасности, следить за состоянием электропроводки печного отопления, не оставлять без присмотра и на ночь включенные электроприборы. Кроме того, нужно помнить, что беспечность при обращении с огнем одного может обернуться трагедией для десятков людей. Проводя анализ, можно сказать о том, что основная масса пожаров у нас происходит в частном жилом секторе. И разбирая каждый пожар, выясняя обстоятельства и причины, можно сделать вывод, что основными причинами является неисправность электрооборудования, электропроводки, а также неисправность печного отопления. Поэтому убедительная просьба, уделяйте особое внимание электропроводке, электрооборудованию в своих домах, в своих квартирах. Так как современная жизнь не стоит на месте, электроприборы, электрооборудование, которое покупается у нас сейчас в магазинах, к сожалению, не каждая проводка может выдержать такую нагрузку. Поэтому где-то замените проводку, где-то усильте, где-то поставьте автоматы защиты, обезопасьте свои дома, также внимательно относитесь к печному отоплению. Следите, не поленитесь в очередной раз залезть на чердак, посмотреть трубу, посмотреть разделку, нигде ли нет прогаров никаких, побелите трубу, чтобы можно было выявить на ранней стадии какие-то замечания и вовремя их устранить, чтобы потом не было беды и трагедии. Обеспечение пожарной безопасности объектов образования является одной из приоритетных задач подразделений надзорной деятельности. Сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия с детьми в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. К сожалению, у нас регистрируются случаи гибели детей на пожарах. Это очень страшно, очень трагично. И вот нашим отделом, отделом надзорной деятельности профилактической работы в ежедневном режиме на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с детьми. Это такие мероприятия, как занятия с детьми в школах, проведение бесед. Мы учим детей, как вести себя, чтобы не возникло пожаров. В случае, не дай бог, если где-то возник пожар, как вызвать пожарную охрану, телефон на службу спасения. Проводим практические занятия с детьми. Также проводим эвакуации из помещений школ с привлечением пожарной техники, с развертыванием сил и средств. Надеемся, что вот эти мероприятия не приведут к гибели детей на пожарах. В настоящее время в Саяно-Зиминском регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается уменьшение количества пожаров. Но, тем не менее, огнеборцы регулярно проводят профилактические мероприятия, в рамках которых инспекторы надзорной деятельности разъясняют жителям региона, к чему может привести беспечность. Активную помощь и поддержку спасателям оказывают главы и представители городских и районных муниципалитетов. Сотрудники МЧС взаимодействуют с администрациями городов, районов. И администрации, они тоже как субъекты профилактики, понимают нас, находят пути решения каких-то проблем, организуют профилактическую работу. Поэтому хотелось бы поблагодарить муниципальное образование за огромное содействие в нашей ежедневной работе. На постоянной основе спасатели совместно с представителями управляющих компаний проводят совместные мероприятия по профилактике пожаров в многоквартирных жилых домах, напоминая жителям о правилах безопасности. На особом контроле подвальные помещения и кладовые, в которых, как показывает практика, саянцы хранят не только соленья, но и мусор. В то же время огнеборцы отметили и поблагодарили горожан за проявленную активность. В прошлом году в большинстве случаев при возникновении пожаров люди незамедлительно сообщали случившимся спасателям. Редактор субтитров А.Семкин